когда ты на поезд идешь а на хелике ты отстреливаешь ботов с расстояния то есть там где-то выбираешь позицию да то есть ты их отстрелял а кто-то у кого ноги пошустрее просто прибежал блять на все готово и все я ж не говорю что нельзя я просто говорю про то что если ты блин выполнил всю работу ну значит за тебе должно доставаться это то же самое что ты у себя возьмешь с там на это на базе грядки разобьешь поэтому лучше отписаться плюс поезд охраны слабее по неправ потом добавим в правило пару я объяснила на пальцах по поводу хамство ну то что это некрасиво я согласен присоединяйся к игровому сообществу pp link привет еще раз и тебе привет это рел привет она ну как бы нормальный фильм вторую часть правда не смотрел вот я не договорил то есть получается ты у себя на базе грядки разбил огород засадил отвлекся а кто-то приехал у тебя урожай собрал говорит а чё такого а чё такого а ты ему говоришь мол типа ты зачем так сделан говорит да мне еще кофе . ебануться ты чё плоть жрал у юбки вчера лени напугали это некрасиво но правилами не регламентируется ну правилами не регламентируется согласен но увижу сказали что будет регламентироваться просто это человеческий фактор как человек поступает ну так нигде на хиликах и ботов нет правила мы сегодня поменяю я посмотрю и расскажу как она вообще есть правило про ивенты это также ивент да не нужно просто быть крысы не ну видишь чувак тоже такой это нигде не регламентирована ну значит регламентирует это если как бы сам не можешь это осмыслить мне если честно вот на поезд вообще похеру но мне было бы неприятно если бы я рискуя отстреливал бы отстреливал бы этих ботов на хеликах а кто-то просто кто оказался рядом взял бы его там залутал например да мне было бы неприятно ну поддержи меня на линк так первые здорово то лично я даже на военку не пойду если там занята а вот другим игрокам плевать не ну я как бы тоже особо военку если она занята я ее особо не чищу ну давай стража хоть снимем так со второй волны у нас в принципе уже идут части да я тоже не люблю то есть приходить на военку и и это и мутация если там уже кто то есть то есть я этого не люблю ну а кому-то нормально там а ёптать еще тут стражик ну блять а это уже бан если ты стреляешь по игрокам то есть такие ситуации спорные должны регулироваться админами они не самоуправством заниматься то есть для этого есть админы чтобы урегулировать ситуацию если недопонимание какое-то возникает когда остановился у поезда начал смотреть что там лежит подъехал типы вперед меня аж бегом побежал все собирать виде себя прилично матом не ругайся плечами не толкайся воздух не порти и лайки ставь исправно фломастер да тут на поездах особо ничего такого не лежит ради чего стоит вообще блять что-то там вперед собирать или не вперед сам факт такого поведения это же люди это же все человеческий фактор это люди себя так ведут располагайся поудобней наливай кофе ок глупи лайк и подпишись по-братски а а а это чё за звуки такие и овс карабкаться могу ну да на хели крашах просто риск высокий понимаешь там в принципе хелики ну я вообще считаю хелик это для для кепки хороший вариант просто разжиться стволом более-менее приличным вот мы не сейчас на хелик вообще как бы интереса нету соваться а где медведь короче их тут моя понял их маленько тут под это под это их под под раскидали маленечко по другому там где-то мишах ходит блять я слышу но этих я вроде всех отшмалял вот мишаня где-то ходит а вон он ну пока что сильно не было напряга сейчас самые три самые три лютые волны получается сейчас самые три лютых волны у нас будет так мне сказали как-то про ада со стороны баков на байки сюда мы вот что такое перчатки чита левитируют вон садись на танк и погнали как бы я рад был если потом можно было сделать да вы уже слежим на танке покатались раз да покатались там и нормально а вот постреляли как-то не очень а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня с Граником похожий случай был. Что-то бюрры какие-то прям... Убер какие-то, они разного калибра. Тарки. Две волны остаются без понтовых самых. О-о-о-о. Так, там вон ещё у нас. Крыса волк. Им немного хп повысили. Бюррым хп повысили. Да тут-то не видишь, не во всех просто. О, этот сдается, короче. Этот сдаться решил. Сдаюсь! Ла-о-о, ещё и уничтожили. Норм. Две предпоследние волны самые сложные. Точнее, даже... Предпоследняя... Предпоследняя волна. Самая сложная даже. Потому что на ней может заспавниться несколько этих полтрегейстов. И вот это вот самая жопа. Ох, ребята. Блядь. Вот я сейчас перед ней прям капец это мандражирую. Оресис, ну что, я тебя поздравляю тогда со столь знаменательным событием. Хотя, в принципе, Депо и Турова, они такие, как бы, лёгенькие. Турова, по-моему, даже быстрее, чем Депо проходится. Пробегается просто. Ух. Да, Гаусс нормальная пушка. Имея Гаусс, уже можно пытаться Алькатрас фармить. Блядь. Блядь, чё там, триггер не появился, что ли? Перенесли триггер, или чё? Ну-ка. Бывочкова, блядь. Тут такой триггер беспонтовый. А если его ещё и перенесли? А где триггер-то, ебать его нос? Вон, блядь. Просто там уже второй триггер. Там предпо... А, подожди. Ёбаный цирк. Что это за говно? Это что за хуйня? Я не понял. Чё за прикол? Я не понял. Что это за юмор? Блядь, у меня же защитного кейса нету. А кастрюля, получается, не защищает от артефакта. Сейчас мне... Подожди, чё-чё-чё с триггерами-то придумали тут? Я понял, что чё-то с триггерами тут, короче, придумали. А вот что придумали, пока что не понял. Ой-ой-ой-ой-ой! Ебать, они жгут своих, прикинь. блять а чё у меня с гауссом с прицелом я не понял ебунутся у меня что с прицелом на гаусс произошло он мимо блять подожди дальности какая стоит 4 сотки ты чё дурак алё блять зеленая тварина прикинь они свои жгут не понял прикола конечно фига там чё то полтергейст это лютуют прям я смотрю они жгут вообще все подряд прикинь не с какой-то периодичностью заспавнились непонятной мне а я их отсюда вы не вижу чтобы по ним начать работать он вместо тебя сейчас все зачистит да вряд ли он их зачистит конечно мне надо просто его это мне надо его подманить так это у нас перезарядиться надо чё там они бюро жгут или чё а там полтора летает я вон еще вижу чё то что происходит я как-то не понимаю сейчас модель поведение полтергейста это ой не полтергейста но огненного в этого они там где-то горят кого-то жгут блять а какая броня самая классная у меня сейчас 8 класс восьмой класс нихуя себе я шестым бегаю ну значит твоя лучше чем моя а 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 то это sleeve и а и а а вот цена ж что Сука, я так после становой не выдыхался А я, блядь, 195 килограмм Рабочий вес у меня был На становую О, блядь Огненный шар Ну, кстати, сейчас этих Прицел Вот мне очень важен был вот этот прицел Ближнего боя Потому что, вот На дальний бой у меня были проблемы со стрельбой На дальнюю А вот в ближнем бою я с ними, в принципе, вон нормально разобрался Раз, два Погодь Где-то же еще один должен быть Четыре же их было в общей сложности, получается Огненный шар Слушайте, мне показалось Или их Или их не четыре Огненный шар Огненный шар Огненный шар Продолжение следует... у меня просто защитного контейнера нету я ну арты они недорогие принципе как бы я на них особо не не прогадал не провтыкал на артефактах бля неужели тут еще одна волна есть седьмую сделали просто я сейчас просто не могу понять а ты в ней бегать можешь в этой броне восьмого класса или тебе там для улучшения надо пластину восьмого класса чтобы улучшить я просто тогда сейчас маленечко не понимаю если там больше не появилась а одной волны с еще одну волну не добавили то на чем тут сиджик отписал вот в чем прикол то есть если еще не добавили один триггер 7 который уже там внутри который там внутри находится ну понятно что узнаем ребят то что распределение произошло мобов я это вижу я это заметил как я их не в том порядке активировал смысле подожди этот этот триггер я активировал последним а на горе который я активировал предпоследним я сейчас нормально прошел чё ты это первый раз когда я шел у меня вот этот триггер был предпоследним активирован этот триггер уже не объем а потом converting к выл по оценке просто Donna не ну возможно просто сиджик шоу с выхлопом и поэтому сложнее было ибо не не мой полтор page полтор должен был появиться после активации остальных мутантов наверху он появился полтор блять вот с этим с ближнего боя прицелом уничтоженные нет но уничтоженной части мутантов можно чинить у сидорович а потом продавать такой небольшой лайфхак короче сперва триггер возле танка а потом уже полтир опять чутко короче зону триггера сделали короткой в общем пойдешь следующий раз и поймешь а чем я а да короче я опять какую-то блять лазейку нашел я короче опять какую-то нашел лазей куда получается и как всегда я это засветил на стриме и и засветил это на стриме а а Продолжение следует... Ну что? Я был прав насчет седьмой волны. Я был прав, ребята. Что появилась седьмая волна. Ах-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это, видать, запомнили мои слова, что когда я первый раз проходил, и когда мне сказали, что там все, финальная волна была. Я говорю, бля, я думал, тут будет волна. Ее добавили. Тушканов из выхлопа лопатка. Знаешь, Тушканов... Тушканов вот из Гаусса, это дорого. А из выхлопа нормально. Походу, может тут еще, кстати, быть? Триггер. Какие можно тут линк? Аврора? Хуя себе. Это что за зверь, блядь?